Где достать ромашки в мае, если они еще не цветут в это время? Как сыграть роль патчерицы, отправившиеся на поиски подснежников зимой? Причем сделать это так, чтобы клиент остался доволен доставкой и свежестью цветов. Основатель компании «Цветочки-бантики» Сергей Карцев рассказал, как началась история создания его бизнес-проекта. С секретами успеха молодой предприниматель поделился в нашей программе «Малый бизнес. Большие успехи». Эта идея пришла мне спонтанно. Мы тогда с партнером просто думали, чем заняться, так как была у меня основная работа, которая приносила хороший стабильный доход. Оставались средства, которые хотелось бы куда-то вложить, как-то реализовать себя немножко с творческой стороны. И поэтому мы приняли решение сделать услугу по доставке цветов и, собственно, ее и развивать. Компания «Цветочки-бантики», предлагающая доставку цветов в нашем городе, работает относительно недавно. По словам Сергея, точкой роста можно назвать 2016 год, когда его хобби стало приносить прибыль, и он основательно занялся своим бизнесом. Для этого выбрал помещение, сделал дизайнерский ремонт и начал доставлять радость и эмоции своим клиентам посредством прекрасных букетов. В нашем современном ритме каждый дорожит каждой минутой, и посвящать свое личное время поискам цветочного магазина – это как-то сейчас несовременно. Поэтому мы предлагаем воспользоваться услугами по доставке цветов, сэкономить свое время. «Цветочки-бантики» – современный магазин цветов. Здесь сами собирают букеты, доставляют цветы на заказ и общаются с клиентами, стараются выполнить даже самый невероятный заказ. У нас достаточно высокий показатель LTV – это возвращаемость клиентов. Поэтому мы стараемся работать с нашей базой максимально эффективно. То есть к нам, когда клиент приходит, он с нами остается на долгое время. Путь молодого бизнесмена сложен, но увлекателен. Он требует колоссальных усилий и воли к победе в своем сегменте бизнеса. И каждый видит его и реализует по-своему. Рассказывая об особенности своего подхода к бизнесу, Сергей Карцев признается, что… Нужно считать. Нужно уметь считать каждую копейку. Каждый вложенный рубль вы должны оценивать, сколько он вам принесет в итоге. Также нужно… ну, просто должна быть сквозная аналитика. То есть вы должны понимать, сколько вы тратите для того, чтобы к вам пришел клиент, сколько клиентов к вам приходит, как часто клиент покупает. Бизнес – это просто математика. Для успешной деятельности компании по доставке цветов важен профессиональный подход к своему делу. Качество и свежих самих цветов, их упаковка и скорость доставки будут определяющими факторами популярности. Кроме того, наличие творческого подхода к доставке будет иметь большое значение, поскольку большинство заказов будут связаны с торжественными мероприятиями, а потому клиента ждут от исполнителя особенного и небанального подхода. Мы привозим эксклюзивные сорта цветов. Таких цветов в Самаре, ну, вы просто не найдете. Вот из Англии мы привозим розы английские, Вестминстер называется, Вестминстерское аббатство. Такого, ну, просто нет нигде. Это одна из самых дорогих роз, и цена ее достигает практически тысячи рублей в сезон. Нас любят за какой-то некий эксклюзив, продавать протеи, да, это африканский цветок, символ, там, ЮАР. Где вот вы его найдете здесь в Самаре? Нигде, приходите, цветочки бантики, пожалуйста. Каждый отзыв, который получают создатели проекта, для них дороже той оплаты, что приходит за выполнение заказа. Желание угодить клиенту, сделать его довольным сервисом, подталкивает к развитию и совершенствованию. Свою эксклюзивность и уникальность я вижу в качестве предоставления услуг. Это раз. Два, это в флористах. Наши флористы, это наша гордость, которые собирают букеты очень красивые, очень классные, выполняют стандарты этой компании. Сергей понимает, что цветочный бизнес специфичен. И связано это в первую очередь с реализуемым товаром. Цветы имеют очень ограниченный срок жизни. И если вы не успели продать за 5-7 дней, то можете считать, что деньги ушли в никуда. Помимо букетов на доставку, мы еще и занимаемся озеленением интерьеров, как домашних, так и офисных. Для этого есть такие замечательные растения различных сортов. Это живые растения, которые мы, собственно, поставляем и обслуживаем. Производим обслуживание, чтобы они не заболели, чувствовали себя отлично. Те, кто не хочет заморачиваться с живыми цветами, есть искусственные цветы, которые мы тоже поставляем. Эксклюзивно в Самаре такого вы нигде не найдете. Это вертикальное озеленение из искусственных цветов. Выглядит просто реалистично, круто и красиво. Современно сделать это в офисе или у себя дома. Если клиент боится ошибиться с выбором, то может смело обратиться к экспертам. Специалисты проконсультируют по любым вопросам и дадут ценные подсказки. У нас сплоченная команда профессиональных флористов. Курьеры у нас классные. Меня очень радует у них, потому что очень непростая задача на самом деле. У нас очень много уникальных случаев, которые нужно исполнять пожелания клиентов. Ребята любят свою работу и умеют делать ее хорошо. Курьеры компании доставляли букеты в вагон, проходящего через Самару поезда. Искали девушку, зная только ее имя и дом, в котором она живет. Доставляли цветы, имея в распоряжении только номер телефона. Для вас соберут уникальный букет, отправят вам фото букета перед отправкой. Это является нашим стандартом. То есть заказчик, он видит, что он приобретает. Ему отправляют фото его же букета. Ему там WhatsApp, Viber или каким-то другим мессенджером. Потом отправляем букет получателю. И дальше он уже получает фотографию, где получатель счастливый в обнимку с букетом. И это круто. Это такой эффект присутствия даже. Компания Сергея гордится своими букетами. Собирают их из свежих цветов прямо перед отправкой. Запас обновляется ежедневно и хранится в оптимальных для каждого сорта цветов условиях. Поэтому доставка букетов вызывает так много положительных эмоций. Мне звонок. Олег Григорьевич, добрый день. Добрый день. Цветочки-бантики. Да. 24-го день матери. Как у вас? Я говорю, ба, большое спасибо. Потому что действительно, ну я бы и не вспомнил даже. Естественно, что у нас очень большая семья, у нас пятеро детей. И поэтому, как маму не поздравить? Благодаря им мама не останется без букета цветов. Кроме того, для учредителей бизнеса желательно разбираться в выбранной области. В том числе иметь представление об особенностях хранения и востребованности различных сортов цветов. Делать приятные дополнительные опции. Такой фирменный конверт. Нашей компании. В нем прикладывается инструкция по уходу за букетом. Потому что не каждый знает, как правильно ухаживать за букетом, за композицией или за букетом. Здесь же идет комплекс минералов для того, чтобы цветы стояли еще дольше и радовали вашего получателя еще дольше до 10 дней. Молодые люди. В них заложен большой потенциал. У них есть стремление к переменам. Чаще всего именно молодые люди творчески подходят к решению тех или иных проблем, а не амбициозны и полны энергии. Молодежное предпринимательство находится в центре интересов современного общества и затрагивает жизнь всего населения. После послания губернатора у нас была разработана и внедрена целая программа, нацеленная на предпринимателей, которые только начинают свой бизнес. То есть для стартапов. Для этих предпринимателей мы разработали специальные продукты для стартапов. Но поскольку риск здесь больше, мы его некоторым образом ограничили, установив максимальную сумму в 2 миллиона рублей. Но срок тот же самый. По ставкам там тоже от 3,25 до 8,5. То есть тоже нужно смотреть, будут подпадать подмона города, приоритетные проекты и так далее. В помощь молодым предпринимателям в нашем городе созданы все условия для успешного развития малого и среднего предпринимательства. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации города Самара проводит обучающие семинары для молодых предпринимателей. Свой красивый бизнес Сергей развивать только в Самаре не собирается. Уже покоряет столицу. Мы сейчас открыли Москву. У нас там магазин в Москве. И мы делаем доставку цветов по Москве в том числе. Мы начали в Самаре. Сейчас мы уже в Москве. Было у нас большое открытие 7 ноября. Приезжали звезды российской эстрады. Катя Лель, Сыгдзиана. То есть очень такое пышное, грандиозное открытие у нас было красивое. И сейчас мы активно работаем на столицу. Сергей Карцев рассказывает, что можно было пойти по менее легкому пути и открыть магазин по доставке цветов с меньшей конкуренцией. Но тогда и работать неинтересно. Где спрос на такую услугу меньше? А в Москве он? В Москве он гораздо выше, чем в Самаре. Это просто кратно выше. Поэтому я посчитал то, что правильным было бы открываться там, где наша услуга будет наиболее востребована. Конечно же, можно развиваться более мелкими городами, но там эта услуга просто не востребована. Поэтому резонней открыть, конечно-таки, Москву. Опыт показывает, что добиться успеха в бизнесе до 30-40 лет может каждый. Однако в свое дело придется вложить душу. Пройти непростой путь взлетов и падений. Бессонных ночей. Преодолеть критику и конкуренцию. Начать с нуля и достигнуть вершины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова